Приветствую! Мы снова недалеко от центра города, но на сей раз в Красносельском районе, и находимся на Глухаревом переулке, который, в свою очередь, находится неподалеку от Садового кольца и станции метро Сухарев. Ну, неподалеку, конечно, это может быть не совсем правильно, но все-таки, наверное, самая ближайшая станция, которая находится, ближе, это действительно Сухарев. Ну и Садовое кольцо действительно не очень далеко находится. Переулок проходит от Большой Спасской улицы до Горохольского переулка. И по нему организовано односторонний движение автомобильного транспорта в сторону Большой Спасской улицы, которая, в свою очередь, уже выводит неподолгое кольцо. И переулок совсем небольшой, и длина его составляет всего около 200 метров. В начале XIX века это был, соответственно, Калининский переулок по усадьбе купца Никифора Калинина, владельца шелкой фабрики. Ну, неподалеку находился этот или нет. Ну и, соответственно, этого дома, очевидно, тоже нет купца Калинина. Затем назывался Второй Коптельский переулок по Кабаку, Коптелка и Ручью Коптелка, который здесь протекал. Ну и, соответственно, Кабак тут находился. Ну, сейчас Второй Коптельский переулок, он тоже существует такое название, находится он неподалеку. Ну, очевидно, этот переулок, наверное, тоже когда-то назвал Второй Коптельский, так что такие небольшие, так сказать, есть противоречия в названиях соседних переулков. Это отмечают очень многие исследователи, поэтому точно неизвестно, в общем-то, в принципе, когда какой переулок был назван и где точно он находился. Ну, в общем, вот это вот такая вот путаница, почему, так сказать, один и тот же переулок, он, в принципе, назывался одинаково, да, Второй Коптельский тоже там неподалеку находится, у Каланчевской улицы. Ну и, соответственно, этот тоже назывался, ну, как свидетельствуют многие, так сказать, литературу, да, в Москве многие исследователи тоже Второй Коптельский. Ну, естественно, наверное, какая-то все-таки ошибка, закалывает вертущих. Ну, в общем, возможно, да, скажем так, возможно, он когда-то назывался Второй Коптельский. Ну, а Кабак Коптелка действительно здесь находился, но другое дело, что где он находился конкретно, сказать, сложно сейчас. Ну, когда-то было и назывался, соответственно. Понятно, почему он так назывался. Ну, и прочее, и тут, конечно, проходил, сейчас, скорее всего, он тоже в коллекторе. И вот в 320-х годах, ну, скорее даже в 19-м веке еще, соответственно, этот переулк получил в то время название. Только в 19-м веке он назывался Глухаревский, Глухаревский, да, наверное. А, соответственно, уже в 320-х годах он получил название Глухарев. То есть он это название был в притяжательной форме. Соответственно, ну, по одному из владельцев, Глухареву, купцу Глухареву, который, соответственно, владел здесь землей, одним из участков. Ну, сейчас уже его дом не сохранился, где он владел, соответственно, землей, да, но когда-то владел, и в 19-м веке это было. И, соответственно, поэтому переулк так называл. Только сначала, опять же, он был более принятым названием там, да, Глухаревский. А сейчас это переулк чей? Глухарев, да, то есть притяжательная форма. То есть не Глухарева, не Глухаревский, а именно Глухаревский. В принципе, ничего так особенного, на самом деле, в Москве это встречается, и улица там Просковина, да, и там Лучников переулок, допустим, да. Ну, в принципе, довольно много таких притяжательных названий. Ну, тоже вот интересный такой момент. Вот. Надо сказать, что по этому переулку числятся всего только одно офисное здание. И больше ничего, хотя выходит на него несколько объектов, несколько зданий, несколько домов, но, соответственно, они все числятся по соседним переулкам, а по нему только всего одно офисное здание. Начинается он, соответственно, от Большой Спасской улицы в офисное здание, и с левой стороны, а с правой, с правой, с 16-этажный жилой дом, и дальше идут продукты из Греции, маленькая такая присвоечка к этому жилому дому. Вот. Сейчас там продукты из Греции продают, и, соответственно, они числятся по Большой Спасской улице. Дальше идет, и дальше как раз у нас идет рядом справа офисное пятиэтажное здание, под номером четыре, новодел, то есть, если мы не так давно его построили, это не старое здание, вот, и вот это единственное здание, как раз под номером четыре, которое числятся по этому переулку. За ним, как раз за этим зданием, отходит Живарев переулок, вот, то есть, он находится на пересечении вот этого здания Глухолева-Живарева переулка. Ну, и, соответственно, заканчивается этот переулок с левой жилыми домами, 16-22 этажа, который числится по Грохольскому переулку, на котором он заканчивается. Ну, можно сказать, что он и начинается, это в данном случае не важно, потому что переулку числится всего только одно здание. Поэтому, можно сказать, что он и начинается от Грохольского переулка, а можно сказать, что он на нем заканчивается. Это без разницы. Ну, это слева. А справа, там сейчас создается зеленая зона, зона отдыха, в принципе, просто такая газонная полоса вдоль Грохольского переулка. Ну, а, соответственно, часть выходит и на Глухолев переулок. Ну, вот, собственно, и все, поэтому, в принципе, конечно, специально сюда приезжать, наверное, смысла нет, из-за одного томовольца, но здание, кроме того, оно еще и... Я так понимаю, недавно, не так давно построено, да? Поэтому, в принципе, сюда, если, ну, просто, можете прогулать там по Грохольскому переулку или по Большой Спасской улице, где все-таки есть определенные достопримечательности, замечательные объекты, вот, ну, можно сюда завернуть, просто пройтись, пойти и посмотреть, на как он маленький. Ну, а, в принципе, добраться до улицы у вас метро Сухолевская, и дальше через Большую Сухолевскую площадь, через Садовое кольцо, да, и дальше повернуть налево, там, Большая Спаска, и по ней пройти уже, и снова, так сказать, будет этот релок, который тоже налево надо повернуть. Вот и все. Ну, приятных прогулок, и до новых встреч, мы субтитры.